Пока вся Ума была занята процедурой заклания животных и совершением хаджа, бойцы палестинского сопротивления отметили Курбан-Байрам по-своему. Они нанесли болезненный удар по всему Израилю, ликвидировав 12 солдат Сахала. И это только официальные данные. Однако и сам факт признания Сахалом таких потерь наблюдатели связывают с внутрополитическими противоречиями в сионистском образовании. Аль-Джазира показала эксклюзивные кадры засады, устроенные бойцами бригад Аль-Касама против израильских сил на перекрестке Наблуси, к юго-западу от города Газа. На кадрах видны перемещения оккупационных сил и их техники в районе Таль-Эль-Хава, а также начало процесса подготовки бойцами сопротивления минного поля и установки взрывных устройств. Позже в бригадах сообщили, что бойцам удалось заманить израильскую бронетехнику в ловушку на заранее подготовленном минном поле, где она была взорвана. А вот это кадры отступления израильских войск после того, как в результате операции палестинского сопротивления был взорван бронетранспортер. Военный эксперт Хатем Карим Аль-Фалахи заявил, что эти кадры подтверждают, что операции сопротивления приобрели преимущественно качественный характер и выявили продолжающиеся жалкие провалы в деятельности израильской армии. Бывший уполномоченный по делам солдат генерал-майор в отставке Ицхак Брик, комментируя военную ситуацию на радио 103FM, заявил. Мы столкнулись со стратегическим поражением, которого не испытывали со времен основания страны. Война, которая потеряла свою цель в Газе и продолжается из-за единственного интереса Нетаньяху выжить. То, что происходит в Газе, это что-то невообразимое. В ходе наступления мы потеряли более 200 солдат и тысячи раненых. Мы захватили 80% территории и вывели оттуда войска. Некому заменить тех, кто вошел. Когда вы уходите и входите в те же места, где уже были, Хамас восстанавливается. Нельзя уничтожить его таким изматывающим образом. То, что происходит сегодня в Рафахе, это позор, которого общество не понимает. Продолжение следует...